Я попытаюсь выстроить свое понимание этого времени, акцентируя внимание на дореволюционном, предреволюционном периоде, когда в регионе и в масштабах Российской империи, Российской державы возникли очень интересные идейные и идеологические течения, которые вступили с собой в противостояние. Противостояние, которое, как известно, закончилось уже после февральской революции прямым столкновением со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нужно иметь в виду, что формы противостояния были различные. Были такие, которые можно говорить, что они были на дистанционного характера, если говорить современными терминами. То есть, поскольку Восток имеет, особенно мусульманская культура, имеет свою специфику непрямолинейного столкновения, то часто такого рода противостояния они подразумевались. То есть, авторы одни обращались, высказывали свою позицию, другие высказывали свою, но часто не было открытой конфронтации. Как это произошло уже позже, после февральской революции, когда позиции были прояснены, и люди вступили в прямое противостояние, и были определены исходной идеей. Каждое течение оформилось в виде политической партии, и началось уже настоящее такое, так сказать, предметное противостояние. А в то время, начиная со второй половины 19 века, это часто носило односторонний характер. И люди знали, о ком идет речь, но не обозначали эти имена. Чтобы представить себе ситуацию в то время, мне показалось, что было бы удачно определить основные такие тенденции, опираясь на эти крупные ключевые фигуры интеллектуальной жизни, попытаться с ними связать и основные направления интеллектуальной мысли. Нынешняя политика, нынешняя национальная ситуация, она диктует свои приоритеты и отборы. И поэтому исследователи часто игнорируют тот или иной комплекс фактов и выделяют другой. Обращение к первоисточникам, собирание этих документов, даже прокламации революционного времени, некоторые я вам покажу, документов, различных листовок, обращений, рукописей того времени, и оно дает основания к тому, чтобы сделать какие-то свои собственные выводы. И вот, мне кажется, я склоняюсь к тому, что процесс формирования интеллектуального поля в Центральной Азии, в Туркестане, так сказать, взаимодействия этих интеллектуальных идей, начинается с фигуры Даниша, Ахмада Даниша. В прошлой лекции, когда я был здесь, я о нем рассказывал. Ахмад Даниш – это мощный такой был просветитель, задолго до джадидов. Он был царским чиновником, не царским, а мирским сановником, естественно, занимал очень крупный пост в Эмирате, в Бухарском. Но его произведения, они особенно его наводировали в Акая, потом его «Краткая история мангитской династии», написанные еще в середине XIX века, в них содержится сокрушительная критика режима Бухарского. Бухарского режима всей системы власти, состояния общества, образования. Он беспощадно, даже издевательски критикует все это прогнившее Бухарское ханство. Конечно, мы не можем говорить однозначно, что это было так. Но факт то, что, может быть, он преувеличил, может быть, не преувеличил, но это был один из впервые в практике ислама, позднего времени, острокритический взгляд. Но его не относят к джадидам. Иногда о нем говорят, как о предшествии джадидов, предшественнике джадидов. Так вот, от Ахмада Даниша тянется линия к Абдурауфу Фитрату. Слышали это имя? Это крупнейший революционер, энциклопедист, можно сказать, ученый, филолог, музыковед, ну, в общем, одним словом, энциклопедист. И он обладал тоже очень острым саркастическим умом. И вот эта линия, которую можно было бы назвать леворадикальной, потому что и Ахмад Даниш призывал, признавал применение жестких мер вплоть до восстания. Он в своих трудах говорил, что народ, который вот притесняет тиранами, имеет право на восстание. Это было сказано, вот видите, в середине 19 века. Его труды были написаны на персидско-таджийском языке. Эту линию, мне кажется, продолжил во многом Абдуров Фитрат. В прошлой лекции я не говорил о Фитрате, немножко только сказал, мало сказал. Вот эту линию жесткого противостояния с властью разбил и теоретически обосновал, и двинул дальше в критическом плане Абдуров Фитрат. Фигура очень сложная, интересная, я о нем тоже поговорю. Другая линия, линия бесконфликтного решения проблем, линия сотрудничества в известной степени с властью, прежде всего, сотрудничества с русской администрацией, и идея усвоения культурных достижений России, опора на культурные достижения России, идея синтеза мусульманства и христианства, идея синтеза интегрирования мусульман внутри Российской империи, ну, на правах самостоятельного и цивилизационного явления, естественно, а не просто как подчиненную, как русифицированную в виде. Эта идея проводилась Исмаилом Гаспринским, о котором я начал говорить. Вот Исмаил Бек Гаспринский. Эта линия, Исмаил Бек Гаспринский начал публиковать свою газету на 13 лет позже, в 1883 году, чем газета, которую издавал Остраумов. Видите, Николай Петрович Остраумов, русская как бы ветвь представлена, потом Даниш Фитрат, и линия Гаспринский и Бехбуди, если вы слышали, Махмуд Ходжа Бехбуди был такой крупный просветитель, Джадид, который в Самарканде. Он был религиозным по образованию деятелем, муфтием. Кстати, и Фитрат был тоже. Он был, Фитрат был замечательным, так сказать, знатоком ислама. Он получил образование в мире араб. Он богослов, по сути, был. Они многие были богословы, Джадиды. Но это, идем поговорить далее. Но получается, вот эта линия, которая идет от Гаспринского, ее подхватил Бехбуди. Другая крупнейшая фигура. Там, конечно, много было еще Джадидов, кто писал, но таких фигур, как Фитрат и Бехбуди, вот масштаба теоретиков ислама, исландских, не было. И Фитрат выступал за реформирование ислама. Никто из них не выступал против ислама. Боже упаси, нельзя так понимать. Они были революционерами, но исламскими. Они рассматривали ислам как данность, как тип цивилизации, которую нужно возродить. Но только некоторые считали, что можно обойтись без России. Гаспринский был очень мудрый и политик, и дипломат. Он понимал, что Россия между двух находится. И нужно ее притянуть, не отторгать от себя, а использовать эту великую державу, чтобы внутри нее поднять исламскую цивилизацию. И вот эту линию взял, подхватил и стал развивать Бехбуди. Махмуд Худжа Бехбуди, самаркандский, как я сказал вам, муфтий, который стал издавать журнал «Ойна» с зеркалом. Я вам покажу сейчас некоторые из этих примеров, чтобы не только была моя речь, а вы увидели. Подтверждение тех слов «Как мало мы знаем». Вот это из моей собственной коллекции, я часто буду ссылаться и на себя. Это турецкое издание, называется «Тарихи Сиаси Аср Хазерда Урупа. Политическая история современной Европы». Издана в Стамбуле в 1908 году. Эту книгу я приобрел в Самарканде на турецком языке. Но там есть раздел о теории Маркса. Маркса и Энгельса. Вот я даже тут на поле пометил Маркса. И вот там, видите, в скобках «О Энгельс» написано. Тут и о Марксе, и о Энгельсе, и целая глава. То есть, 1908 год. И у нас наши интеллектуалы все увлекались Турцией. Повально. Даже у нас было обращение такое, вот до революции потом исчезло. Женщину называли «Хонум» по турецкой манере, а мужчины «Афанди» – «Эфенди». И это было даже обращение. Даже в одной прокламации я нашел обращение «Эфенди Лар» – такой призыв. Это к тому, что турецкая литература, где много переводилась, обобщалась, в том числе революционная идея, она широко проникала в читающую публику Туркестана. Вот это нам говорит, что наши познания еще очень и очень незначительны. И вот до Исмаила Гаспринского у нас был Островумов. Это он супруга. Островумов, конечно, вы можете много прочитать. Но и сейчас эта проблема отношения к Островумову, то есть история на определенном языке заново повторяется, сейчас она очень обострилась. В Узбекистане особенно. Дискуссии. То есть часть историков говорит, что это русский шовинист проводил политику русификации туземного населения. Он скрыто работал. И у нас даже эта дискуссия перенеслась в журнал. И один из журналов у нас здесь создается православная епархия, как ни странно, но называется «Восток свыше». И там один номер целиком был посвящен дискуссии вокруг Островумов. Кто же такой Островумов? Мнения разделились. Я тоже, вот покорный Суга, тоже выступил там, дал свою статью. Я считаю, что почему я коснулся Островумову? Потому что это его фигура задолго до Гаспринского. Он был одним из тех, кто пытался найти пути примирения и интеграции мусульман внутрь Российской империи. Он начал издавать газеты на тюркском языке, на чагатайском, не на русском. Он массу издал переводов. Он свободно владел тюркским, прекрасно владел татчийским языком. И Островумов очень много издавал текстов. На тюрке издавал полностью, не в переводе на русский язык. Забытые сказки, легенды местных народов. Он свободно владел этими языками. То есть одно дело человек декларирует, мне кажется, нужно проводить. Он никогда не декларировал русификаторские идеи. Но его обвиняют в этом, потому что он выразил свое отношение к Гаспринскому. Когда Гаспринский в начале 1890-х годов выступил с проектом реформирования школ образовательных для мусульманских детей, он этот проект направил и в туркестанскому генерал-губернатору того времени, в Ревскому. А в 1893 году Гаспринский приехал в Бухару, в Туркестан, встретился с Эмиром. Тогда был Абулахат Эмир, Саид Абулахат Хан. И предложил ему, давайте откроем новые школы. Но Эмир отказал, побоялся. Но я хочу сказать, что один наш исследователь установил, что Гаспринский дал свое заключение, записку по поводу Гаспринского. Где сказал, для нас неприемлемо это, потому что под видом проведения школы, на самом деле идет, смысл был такой, что идет пан-исламистская пропаганда, пан-тюркистская, что это организуется, мобилизуется нация, под видом ислам как некая нация. И вот это стало основанием критики остроума. Но ознакомившись более обстоятельно с его деятельностью, понимаем, что этот человек задолго до Джадидов вел большую просветительскую работу и на языках местного населения. Поэтому-то отношение к остроумову Джадидов было многих, не всех, но многих было положительным. Есть и тетрад категорически, я его не признавал, я его считал одним из попов, который русифицированно проводит политику. Но это уже после февральской революции, когда обострили, мы же открыто, так сказать, все были, перешли на язык открытого разговора, то другие просветители наши отношились к нему очень уважительно. И многие публиковались в этой газете. Газета называлась «Туркестон вилуэтлин газеты». Туркестанская газета. Туземная газета, так называли ее в оригинале. Он был главным редактором этой газеты. Так вот, намного больше публиковались, чем в Турджимане, в этой газете Джадиды. И высказывали свои точки зрения, письма присылали. Кстати, знаменитый поэт Фуркат многие свои стихи, записки, именно в газете Астраумова опубликовал. Так вот, значит, я вам, так сказать, очертил какие-то штрихи, как мне видится вот эта ситуация, какие силы были. Вот с одной стороны Астраумов представитель официальной администрации царской, с ее политикой. Он получил богословское образование в Казани, миссионерское. Он ученик Ильминского, был знаменит такой миссионер Ильминский в Казани. Он его ученик Астраумов. И это тоже дает возможность его критиковать, что он проводил. На самом деле он, на мой взгляд, миссионерскую политику не проводил. А просветительскую деятельность вел огромную. Он издал огромное количество литературы местных народов на их языках. И на русском, и на их языках. Вот эта линия. Другая линия, это идет от Ахмада Даниша к фитрату. Революционное, так сказать, неспровержение. Хотя фитрат очень сложная фигура, я вам скажу. Он и с Эмиром, и ему посвящал, и очень гибко, и менял свои взгляды. И противоречивая крайне фигура. Но, понятно, и время такое было. После того, как он Муна-Зара опубликовал свою вот эту критическую, острокритическую вещь с критикой Бухары, фитрат Абдуров в Стамбуле опубликовал в 1909 году. Позже он написал книгу «История ислама». Немножко позже. Понятно, я думаю, что мы можем предполагать, мы о нем очень мало знаем, что он столкнулся с определенным прессингом со стороны властей Бухары. И он вынужден был. А еще одну книгу, буквально через несколько лет перед революцией, «Ойла», «Семья», написанную с позицией исламской доктрины. То есть, конечно, эта книга во многом новаторская, но все равно она остается в поле исламской, шарьяцкого понимания семьи и роли женщины. То есть преувеличить ее значение, там революционных изменений не было в этом труде. Он посвятил уже Алимхану, там есть посвящение в книге. А до этого он раскритиковал. Видите, как все. А немного погодя, когда пришла советская власть, он стал участвовать в журнале «Безбожник». «Худовцыст» такой был журнал, там стал публиковать статьи. А немного позже он издал некоторые работы, посвященные уже, так сказать, основаниям будущим узбекской национальной культуры. То есть он, смотрел, появился ситуация, изменилась политическая. То есть во многом он как бы вынужден был, вынужден был или специально лавировал. Это трудно сказать. Ну вот я вам как бы теперь очертил какие-то моменты. Вы уже знаете. Вот эти фигуры, которые влияли очень сильно на интеллектуальную жизнь. Конечно, из них Исмаил Гаспринский, это был, если хотите, это действительно был отец среднеазиатского джидидизма. Это влиял на умы просвещенных людей того времени. Его газету «Тарджиман» распространяли, передавали из рук в руки. Как у нас, помните, но вы тут молодое поколение, не помните, я хочу сказать, что в годы перестройки разные материалы ходили по рукам, а в 70-е годы там письмо Солженицына читали подпольное. А эта вот газета «Тарджиман», она распространялась так. Была и на нее подписка, на нее была и подписка, на эту газету. Вот это все, кстати, я взял из моих, вот из моей коллекции. Это вот журнал «Шуро» такой был, издавался, мусульманский журнал. И вот здесь была статья, посвященная 25-летию выхода газеты «Тарджиман». И вот здесь «Распинский» в разные годы. Видите, вот в Париже он в 1872 году. Симферополь дальше вот слева. Вот Симферополь 1894. Он был обласкан властью, царской властью. Он из семьи одного чиновника, крымского тотарного, который сотрудничал с властью, с царской администрацией в Крыму. Занимал разные посты, пользовался его доверием. И отец отправил его учиться в Москву. Он там учился, кончил там училище, военное причем. И как-то странным образом он стал общаться с русскими словами. Анафилами, вот что удивительное. И в этой среде, в частности с редактором «Московской ведомостей», с Катковым, который рассматривался как, в общем, достаточно рассматривался как кардиозная фигура. Гаспринский с ним сблизился, даже жил у него в семье, общался. И, видимо, вот в беседах с русскими славянофилами определилась его позиция. Во многом позиция не противления, не борьбы с режимом, с империей, а интеграции в нее, в эту Российскую империю, чтобы сохранить цивилизационную целостность ислама. Вот это номер, видите, тут заголовок «Милий Байран», «Национальный праздник». Это вот тот же номер, посвящен, вот там сверху 25, под солнцем изображено, 1883 написано, 1908, это номер за 1908 год. Статья посвящена 25-летию выхода газеты «Терджуман». И вот портрет Гаспринского, который получал награды от царской администрации, пользовался безусловным уважением и его проекты, он смог их, ему разрешили издавать газету, смог начать реформирование. Основная его как бы цель была жизненачальная, она не имела первоначально политического подтекста, а речь шла о реформировании системы образования для мусульманских детей. Гаспринский жил в Париже, и даже там ему удалось занять довольно приметное место, бывав в Стамбуле, в других столицах европейских, он посмотрел там систему образования, посмотрел промышленность, что там происходит, и он пришел к глубокому пониманию, что исламская цивилизация находится в тупике, отстала на несколько веков от европейской цивилизации и от России. И что необходимо что-то делать. Что делать? Как быть? И главное, он считал, что необходимо начать реформировать систему образования. Это как бы то главное звено, как мы сейчас говорим, с которого нужно начать. За что взяться? Надо начать со школы. А школа была вся схоластическая, канонизированная. Светских наук не изучалось ни в Мактабах, ни в Медресе. Если Каспринскому писали письма в Терджуман, там интеллектуалы, интеллектуалы, что мы видим там, что происходит, почему там женщины, там татарское лицо открывают, приходят на концерты, там или где искать нам правду, искать ли нам в вашей газете, там ему писали, или же нужно нам искать у Хафиза и у Бедиля в его текстах, ну как традиционно, Хафиз, Бедиль, другие саади, выдающиеся восточные классики, которых мы почитаем, почему мы там не находим ответа. Вот это внутренняя полемика возникла, огромное количество читателей, ошарашенных теми изменениями, которые на их глазах происходили, вторжение русской культуры, технологии русских, новой техники, оно людей приводило к шоковому, к шоковому состоянию, культурный шок возникал у мусульман. Ну представьте себе, вот это паровоз появился, телеграф и масса других вещей, которые они шокировали людей. А люди жили, нам сейчас это трудно представить, только по постулатам Корана. Ответы все находили в Коране либо в хадисах. Хадисы это вы знаете предание о извлечениях, деяниях и поступках Мухаммада, пророка Мухаммада. На все жизненные вопросы в то время люди искали ответы только там, других не как сейчас вы можете где угодно находить и решать. А тогда это надо себе представить, в каком состоянии было общество. Поэтому светская школа не существовала в исламе. Изучали только Коран, поэзию вот изучали, Хафиза, Бедиля, Саадид, Наваимагли, Машраба, потом Хадисы и ряд религиозных книг. Я не буду их называть, вам у меня есть, я попытался тоже в одной из статей выявить основные источники знания. То есть никакого светского образования в школе, даже геометрия не изучалось, география тем более не изучалась в Мактабах и Медресе. Не говоря о других, вот это все решил изменить вот этот человек. Он начал с России, но параллельно как только вышел первый номер Джимана, его интересы стали распространяться и на Туркестан. Он стал влиять на Туркестан. Газеты распространятся, он стал эмир, наши эмиры бухарские каждый год почти ездили в Крым отдыхать, у них там в Ялте прекрасные резиденции, они там по несколько месяцев. Эмиры не любили жить в Бухаре, они любили или за городом, или ехали вот в Крым каждый год почти. И сразу же уже Абдуллахат Абдуллахат там уже с ним встретился, пригласил его, они встретились. Несколько раз они там встречались, в Ялте. Мы, конечно, не знаем предмет разговора, но можно легко догадаться, что поскольку Гаспринский имел свои принципы, имел четкую, ясную жизненную задачу изменить ситуацию в цивилизации ислама, поднять ислам как цивилизацию внутри Российской империи. Естественно, я думаю, что он уговаривал Эмир начать проводить реформы, которые он предлагал. Реформировать школу, создать так называемые новометодные школы. Отсюда появилось это выражение, он ввел выражение усули джадид, усули джадида, новый метод. Отсюда и пошли джадиды. То есть, первоначально никакой политической программы не было. Реформировал образование. Вот главная цель начать с этого. Наши дети, потому что все эти джадиды, которые ознакомились, они были в шоке. Можно приводить десятки их высказываний. Я в прошлый раз, по-моему, приводил, где они просто скорбят, рыдают. Как мы живем, в каких условиях, посмотрите, вот все это самобичевание, понимаете, началось. Это комплекс, можно сказать, современный язык, комплекс жертвы. Я бы так сказал. Вот это, оно просто доминировало до революции. Критика и комплекс жертвы, потому что открылись глаза, увидели. Но в отличие от наших джадидов, Гаспринский был человеком достаточно целеустремленным. У него была четкая программа. И во многих случаях он наших мусульман подвергал жесточайшей критике в своих статьях. Он писал, что эти туркистане все спят. Мусульмане все спят. Они живут своей медленной жизнью, там, в общем, в кругу своих мелких интересов, не думают о будущем. Откройте глаза, проснитесь, его такие призывы. И в то же время призывы к русским. Русские братья, помогите нам, не бросайте нас. Он прямо так открыто пишет в своих работах, что, мол, вы должны, не разрушая нас, а помочь нам внедрить в том числе и тюркский язык. Он выступал за то, чтобы в школах мусульманских преподавался тюркский язык. Что ему мало внимания уделяет. Что наши мусульманские дети не могут овладеть так русским языком совершенства. Они всегда будут чувствовать свою ущербность. Поэтому надо Российской империи, в этом нет опасности, он говорил, опираться на тюркский язык, развивать тюркский язык в школах. Конечно, вот это внимание к тюркскому начало, стремление объединить тюркские все народы, позволило увидеть в доктрине Исмаила Гаспринского опасность пан-тюркизма. Особенно потом уже в советское время. И уже до революции. Параллельно с тем, что он был, грубо говоря, обласком властью, относился к власть ему царской с уважением, за ним, конечно, была установлена неукоснительная свежка охранного отделения. Конечно, за каждым шагом его следили в то время, закладывали, куда он, что он. Но официально власть его признавала, все его начинания не получали. Он был очень умный дипломат, он умел так себя поставить с властью, с российской, чтобы не вызывать противодействия, а найти способы, как говорят на Востоке, сделать из своего врага друга. Но, конечно, в данном случае это неприемлемо, потому что, в принципе, российская интеллигенция, она не вся была в колонизаторских взглядах. Вы знаете, что среди русских было немало сторонников именно помочь местным народам, искренних, кто критиковал эту политику, скажем, русификации, категорически не принимал, и такие тоже были. И вот он, опираясь на вот эти идеи, он, значит, пытался их распространить и на Туркестан. Я вам просто покажу некоторый вот его крупный план. Видите, у него турецкий, он следовал своих, видите, сколько у него наград, он получал официальное признание. А вот некоторые карикатуры, которые появились, которые вам объяснят, не нужно много говорить, это из журнала Молана Средин, который издавался на Кавказе, Тифлиси, до революции. Карикатура, видите, какая, Гаспринский задавлен консервативным улом, мулой и директором русской школы. То есть, они на пару как бы консолидировались, а этот предлагает новый метод. И вот здесь написано Усули Джадидан, новый метод. Гаспринский лежит, он хочет изменить, понимаете ли. А ему вот тут уже в виде медведя что ли изображен, Рус-директор и написано, а здесь Татар-мударис сверху написано. Вот это не совсем правильно переведу, это не мулла, а мударис, это преподаватель в медресе. То есть, они против консервативной силы, против того, чтобы Гаспринский проводил свою реформу со своими Усули Джадидан. Это вот в 1908 году, как видите. Смотрите еще из этого же журнала Мулана Свиддин, консервативные мулы атакуют Гаспринского. Это я взял из издания Оксфордского издания, программного сочинения Гаспринского в Оксфорде издали еще в советское время. Вот здесь написано Исмаимбек Гаспринский, а там написано сверху здесь вот написано плохо я и размаху это там написано неверный по-моему. Вот так выглядит страничка первый номер Тарджимана в его газете. А это вот такой калаш из изданий просто чтобы можно было вот увидеть вот Хуршит Бухарой Шариф сверху вот Тарджиман вот здесь вот Айна с краю Садо и Фаргана основные такие предреволюционные издания которые выходили в Туркестане но они естественно распространялись по всей Средней Азии и вот то сочинение о котором я вам говорил это сочинение программное одно из я бы сказал выдающийся труд если вам удастся его и сейчас почитать если вы найдете в интернете обратите внимание потому что там даны такие глубокие наблюдения над исламом и над мусульманами вообще и это концептуальный его труд Гаспинского в котором он заложил программу дальнейших действий но а смысл его философски теоретически выставил целую концепцию как действовать что делать и здесь содержится его и понимание роли русских Российской империи которую он очень высоко ставил в развитии ислама и считал что именно под владительством России ислам обретет вот свои цивилизационные формы и сможет благодаря России так он понимал выйти на передовые какие-то рубежи потому что другого пути он не видел но тут конечно жестокая самокритика тоже есть критика ислама состояния вот он пишет общественная и умственная изолированность мусульман глубочайшее невежество мертвая неподвижность во всех сферах их деятельности постепенное обеднение населения и края и по окраинам гибельная эмиграция русская мусульманса не осознает не чувствует интересов русского отечества ему почти неведомы его горе и радость ему непонятны русские общегосударственные стремления и идеи незнание русской речи изолирует его от русской мысли и литературы не говоря уже о полнейшей изолированности в отношении общечеловеческой культуры и так далее тут двоякая критика с одной стороны он жестко критикует состояние ислама исламской цивилизации в его время в России а с другой стороны он пишет и о том что и русские тоже не проявляют с обоих сторон нет понимания глубокого понимания и это то что мы называем он называет это невежеством и вот он пишет что мне кажется что в будущем быть может недалеком России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств России что я думаю нисколько не умолит ее значение как великой христианской державы и естественно эти взгляды Гаспринского оценивались неоднозначно многие их приветствовали а было немало людей которые среди мусульман которые конечно же не приветствовали взгляды Гаспринского особенно та консервативная масса я не знаю назвать ли ее консервативно но с точки зрения Гаспринского и в ту эпоху это была консервативная масса традиционного ислама которая неприемлемо не могла принять эти идеи реформирования сближения с Россией с европейской культурой с европейской наукой и видела свою задачу в сохранении тех исконных принципов шариатских которые были внедрены в систему и общества и образования естественно они критиковали на Гаспринского писали доносы даже вот в одной статье наш 11-й привез в архиве нашел люди мусульмане сами писали доносы царской администрации что вот приезжал Гаспринский он там хочет кто-то то-то а короче это ну вот эта карикатура которую вы смотрели она хорошо как раз показывает какая была расстановка сил эта идея новометодных школ она встречала сильное сопротивление конечно и Остраумов тоже вступил в некую конфронтацию вот эта конфронтация между Остраумовым который тоже осуществил миссию реформирования школы в Туркестане много сделать для этого у Гаспринского естественно были большие амбиции он тоже не воспринял полностью линию деятельности Остраумова и ее критиковал и видимо противостоял и вот это непонимание между ними разные позиции они привели к тому что Гаспринский его первоначально его идеи не получили широкого распространения даже как я вам сказал Эмир отказался он несколько раз приезжал по-моему еще раз приехал уже перед смертью Абдуллах Адхана в 1908 году и даже он привез с собой часть массу книг различных пособий и издал Гулистан Саади с дарственной надписью прекрасное издание кстати у меня вот в библиотеке есть это издание я к сожалению не сканировал показать там есть надпись типографская посвященная Абдуллах Адхану потом Алимхану это вот наши эмиры Амир Насрула Бахадир Хан это Абдуллах Адхан с которым неоднократно Гаспринский встречался видите тут он конечно был как бы сказать он интегрирован в администрацию царскую очень был в хороших отношениях с царскими чиновниками это было такое классовое единение ну а вот эта фотография может видели это прохудиногорского знаменитая фотография Алимхан она раскрашенная он же это сановники вместе с Алимханом вот так выглядела Бухара незадолго до падения Бухарского ханства там вот часы видны верхней галереи если видите часы появились между Бехбуди и Гаспринским стоит фигура Абдурова Фитрата человека который вот он в середине сидит который был это наиболее противоречивая яркая фигура во всех смыслах интересно вот кто занимается историей культуры Средней Азии обратить на это внимание он чрезвычайно талантливый человек но его Муназара спор Бухарского мудариса с Фаранги в Индии короче называют просто спор в короткой форме Муназара это я считаю гениальное сочинение гениальное сочинение опубликовано в Стамбуле в 1909 году а как он попал в Стамбул интересно потому что Фитрат вышел из семьи ростовщика наши историки мало кто пишет об этом я у одного двух случайно в основном пишут из семьи торговца мелкого торговца а на самом деле источники дореволюционные в частности одна из онтологий там прямо написано он сын Саррофа а Сарроф это ростовщик то есть те кто банкиры так сказать давали деньги в рост этим занимались индусы бухарские евреи евреи и мусульмане тоже сам Фитрат в материалах в следственных материалах 1938 года он был казнен в 1938 году а в 1938 году был арестован ОГПУ ГПУ и НКВД и в его следственных материалах он тебя называет что он вышел из крупной бухарской буржуазии из крупного торговца такого крупного масштаба хотя у нас лежит мелкий торговец но Саррофа вообще не упоминает а в этом источнике который я смотрел это Мухтарам антология но на нее тоже ссылается но не обращать внимания некоторые детали там указано что он хаджи хаджи Абдуров то есть он 1886 года рождения но уже 1908 году он уже был хаджи совершил хадж он закончил знаменитые медресе Мири Араб которые сейчас действуют в Бухаре и оно никогда не закрывалось в советское время тоже оно готовило кадры это одно по-моему из немногих которые как медресе существовало и оттуда многие лидеры вышли исламские нынешние в том числе зарубежные чеченские не масхадов а вот отец нынешнего президента Чечни да он тоже учился в Мири Араб он закончил Мири Араб и вот в 1909 году он оказался в Стамбуле поехал туда что он там делал у нас подлинных фактов нету то есть полной картине нет очевидно я вот предполагаю основываясь на дальнейших его действиях что он там пошел получил подготовку и как революционер профессиональный революционер турецкие влияния они готовили то есть он получил и практическую так сказать подготовку и как теоретик он опубликовал Муна Зара до этого потом опубликовал сборный стихов Сайха призыв вопль крик так переводится потом через короткое время он опубликовал еще одну вещь записки индийского путешественника Байонаде Сайоха Хинт на таджийском языке Назара было написано на персидском языке но тут же ее перевели в Самарканде на турки Хаджимуин такой через несколько лет буквально перевел и перевели на русский язык вот Фитрат это тоже предреволюционные годы это вот значительно позже с поэтом Эльбеком он слева сейчас я просто вам некоторые покажу его визуально вот здесь это комиссия по выработке нового алфайта вот это Фитрат среди многих интеллигентов того времени которые собрались в Самарканде в 27-м году это музыкальная школа Шарк-Мусики Мактабы в Бухаре открыта Фитратом вот Фитрат здесь видите он небольшого роста вот он здесь здесь тоже вот сейчас я вам покажу он здесь вот он здесь вот видите вот стрелочка там это педагогическая академия где он работал одно время вот и вот сейчас еще одно покажу где его просто лицо вот Фитрат видите замазано это уже после видимо ареста вот хозяин этой фотографии лицо повредил да это да такая была практика и в школе говорят учительница говорила ребята а теперь возьмем перышко и выколем глазки уже фотографии следственного дела Фитрата вот она вот это перед уже когда шло следствие это тюремная фотография Фитрата он имел как я сказал фигура крайне противоречивая вот в этих работах которые я назвал кроме этого было открытое песно к одному сановнику Бухарскому тоже опубликовано в Стамбуле он выступил с жесточайшей критикой бухарского строя всего ханства и нужно сказать что это перекликалось с некоторыми русскими публицистами например был такой Логофет который написал книгу страна без правия тоже приблизительно в это время где подверг сокрушительной критике бухарско-ханства и ряд других Логофет вообще целую серию книг русский публицист в это же время написал где показал что это из себя представляет почему мы покровительствуем этому ханству почему мы его не присоединим полностью не начнем там изменять ну единственное что русские там конечно запретили работорговлю там и другие ношества стали но в принципе некоторые публицисты восставали против того что как это ханство существует почему русская так сказать империя покровительствует ханство сохраняет сохраняет какой-то экзотический элемент так вот фитрат в духе дальнейшего фактически здесь прямая линия безусловно он знал труды дальнейшего в бухаре с ним познакомился он сокрушительные критики подверг вот это стамбульское здание это вот из моей коллекции 1327 это соответствует 1909 году один к одному у нас в литературе вы можете найти что опубликовано в Стамбуле в 10-м в 11-м все это ошибочно вот это точно и здесь вот написано вот Стамбул и тут Муна-Зара типичная форма диалога в то время все строилось на диалогах это очень удобно было вопрос ответ вопрос ответ совок это можно и в богословской литературе мусульманской до революции сплошь и рядом черный топ так написан это как катехизис мусульманский четверокнижный одна из самых популярных книг была черный топ все основы ислама там изложены до революции и в рукописях и литографии там тоже вопрос ответ а правильно вот тут и сделать да или нет и так а там этот фарангип где они случайно в Индии встретились он расспрашивает о системе образования этого мудариса а мударис уверенный в том что ухара это светоч цивилизация отвечать ему что мы а как вот это вы не изучаете геометрию а нам не нужно там кто-то он ему отвечает а как же страна движется в прогресс он так обобщенно он пересказывает он говорит оказывается ты недалекий человек дурак-то оказывается там на узбекском там есть перевод он говорит ахмахи кансан ну и дурак ты фарангин ничего не понимаешь мухар мухар это что печать мухар говорит все значит все решает печать вот что движет прогрессом в бухаре он искренне говорит этот мударис но понятно что какая-то критика этой системы понимаете мухар но много ли изменилось а вторая его книга записки индийского путешественника там вообще жуткая критика жуткая там и об очебостве в бухаре как эти все умиляются мальчиками эти сановники эти толстосумы все это высмеяло в таком жестком виде поэтому даже царская администрация издала ее так как бы полурегально они не для широкого распространения они перевели ее тут же на русский язык эту книгу записки индийского путешественника перевел один ташкентский переводчик и она была издана в Ташкенте эта книга но как я сказал на узбекский тоже она была переведена это уже издание на русском языке ну вот после этого как я сказал Фитрат вынужден был я так думаю что он вынужден был издать книгу вот в 1915 году история ислама вот эта обложка Мухтасари Тарухи Ислам краткая история ислама где он рассмотрел уже ислам с таких канонических позиций небольшая брошюрка это вот тоже у меня имеется в моем собрании это Даврии Хукмуроне Амир Алимхон история правления Амира Алимхона написана Алимхана последнего мира написанная с критических позиций Фитрата уже она развенчана вся до этого как я вам говорил ойла он посвятил ему но там произошло такое событие когда Джадиды это уже не без влияния Фитрата Фитрат фактически спровоцировал вместе с Файзулу Хаджаевым грубое столкновение между консервативной вот этой силой Мулабача Мулабача это студенты Медресе это была реальная сила в прошлый раз я на лекции тоже говорил которая могла изменить ситуацию что угодно сделать это несколько тысяч десятки тысяч было по территории Бухарского ханства студентов Мулабача это вот как Талибан то же самое их и талибы тоже называли и после февральской революции Фитрат со своими Владобухарцами и Файзулой Хаджаевым они предложили там мнение Джадидов разделились сейчас считалось что не нужно выступать ходатайствовать там перед миром а другая часть вот леворадикальная то что я говорю вот эта линия Фитрата и Файзулы Хаджаев будущий председательством наркома Узбекистана а до этого глава Бухарской Народной Советской Республики они стали через политического агента в Бухаре призывать Эмира составить манифест как в России о даровании свобод свободы слова других собраний и мир пошел на это манифест был подготовлен и озвучен на следующий день Джадиды решили устроить манифестацию в Бухаре хотя другие их отговаривали не надо это делать потому что это может вызвать прямые столкновения но они пошли на это вот Фитрат вместе с Файзулой Хаджаевым и их сторонниками в результате произошли жесткие столкновения в районе Арка вот на картинках видели Арк вот здесь они пошли к Арку сюда и тысячи быстро собралось огромное количество этих студентов талибов которые стали избивать Джадидов избивать всех подряд и многие сильно пострадали тогда получили многие были арестованы подвергнуты наказанием но конечно жертв тогда еще не было но жертвы возникли позже когда опять с подачей Фитрата и Файзулы Хаджаева и некоторых других Джадидов они обратились к большевикам в Ташкент Колесов был такой глава Санаркома в то время народных комиссаров в Совет с просьбой помочь им установить свою власть в Бухаре и Колесовские так называемые события когда Колесов туда отбинул войска но поднялись опять вот эти религиозная масса эти студенты и другие огромное количество которые разгромили Колесова он потерпел полное поражение вынужден заключать перемирие пойти на перемирие с миром но в результате после того как войска большевиков отошли устроили потрясающую гигантскую резню в Бухаре эта сторона тоже у нас мало освещается потому что ну может по политическим изображениям сейчас и мир выставляется как часто как такое понимаете защитник благородных начал просветитель такая точка зрения поднимает и мира вот на самом деле и мир здесь видимо было просто бессилен предотвратить а может быть он сам эта история но чтобы начать эту резню им нужно было вынести по мусульманским традициям какую-то фетву фетва это должно быть решение группы высокопоставленных высокого уровня духовных лиц уламо они должны издать фетву и такая фетва была издана обнародована в течение месяца почти месяца вырезали всех дядидов в Бухаре в 18-м году даже даже про эмирский историк Салимбек такой есть недавно его подвековали у нас один из чиновников эмира даже он в своих мемуарах хотя он ненавидел дядидов пишет что это враги эмирата но он даже содрогнулся и пишет что было такое допущенное бесправие месяц 24 дня он пишет лилась кровь просто хватали приводили карку и там без суда и следствия их убивали всех подряд какое количество было вырезано никто толком не знает потому что цифры там несколько тысяч и стали убивать подряд тех кто читает русские газеты потом перешли на тех по всему бухарскому ханству в бегствах стали не только в самой Бухаре ловить тех кто выписывал газеты ну знали вот там в Махале живет он читает татарин вырезали всю семью причем казнили нередко казнили даже на глазах у родителей сначала детей а потом их и несколько тысяч дядидов и вообще тех сторонников просвещения были казнены и вот только вторая попытка этот случай даже рассматривался в центре в Москве большевики рассматривали что это авантюра авантюра колесова называли они это ее осудили потому что не подготовлено ничего они не знали как что чему это но это конечно была авантюра Фитрата и Файзулы Хаджаева безусловно это на их как бы совести и это объясняет почему позже когда Фитрат и его сторонники пришли все же в классе благодаря помощи вашего земляка Михаила Фрунзе который сокрушил Эмират тогда уже они устроили репрессии эта тема тоже я вам называю как бы она проблемная она тоже у нас досконально она у нас не освещена пока потому что там есть документы которые подтверждают участие Фитрата в репрессиях против Уламо против тех богословов которые вот санкционировали и участвовали когда пришли к власти Джадиды в Бухаре благодаря Фрунзе они тоже есть вот недавно один документ который публиковали в Таджикистане где тройка и в том числе один из троих решала тройка о проведении репрессий имя Фитрата они арестовали крупных сановников Уламо поместили их в одно в виде тюрьмы организовали одно медресе туда их разместили а потом многие были казнены но я пока не могу на эту тему говорить потому что точных сведений сколько погибло тогда разные называют цифры но этот вопрос у нас не исследован но очевидно что Фитрат тоже использовал такие же методы конечно и эти события это трагические события которые начались уже после семнадцатого года когда провелась кровь и уже много было жертв они привели к тому что Фитрат глубоко разочаровался в революции хотя безусловно как я вам говорил это был самый настоящий революционер он вернулся из Стабула революционером но довольно гибких таких взглядов но он занимал революционные позиции он один из разработчиков программы проекта программы Влада Бухарцев он теоретик поэтому его долгое время и не реабилитировали судьба его сложилась трагически он глубоко разочаровался в революции его в двадцать третьем году сместили он был министром просвещения Бухарской народной советской республики его с этой поста сместили но уже русские большевики там приехала целая комиссия и обвинения этот вопрос тоже досконально не изучен у нас в основном обвинения были в финансовых финансовых нарушениях он огромные деньги растратил на какие-то свои мероприятия но известно на какие который ожидал что эти деньги будут направлены на поднятие образования именно низов а он их использовал на издание там вот в частности Шасмахом Бухарский издал запись сделал и так далее но и конечно он глубоко разочаровался в революции он не ожидал что большевики так жестко уже в скором времени возьмут под контроль Бухарскую Народную Советскую Республику и покажут каким путем нужно идти классовым путем а не таким я не знаю насколько эти факты требуют проверки но многие ассигнации которые выделялись Бухарскому банку из центра они как это приводится уже в то время приводилось они использовались для компенсации тем богатым богатым коммерсантам Бухарским у которых было национализировано имущество эти факты были установлены огромные суммы хотя они вроде провели национализацию на самом деле они министр финансов или кто-то из других я сейчас не помню просто по памяти это установленный факт сейчас денег повез в Турцию чтобы помочь владобухарцам хотя бюджет хотя Бухара сама нуждалась после революции все эти факты стали известны и все это правительство было смещено отправлено в отставку но конечно тогда еще не репрессировали это был 23й год Фитрат уехал но есть свидетельство Мунавар Караев Дурошитханов я упоминал об этом Джадиде который был в 1934 году репрессирован когда Фитрат пришел он был очень эмоциональным человеком Фитрат и он расплакался и говорит мы не хотели такой революции это я вот на узбекском читал его слова мы хотели только сместить и мира и установить справедливое общество так сказал после этого он уехал в Москву и работал в Москве и Ленинграде стал профессором там в институте Востоковедня и в Москве и Ленинграде пользовался огромным уважением среди русских ориенталистов во времени Бертельс вот например Евгений Эдуардович это великий иронист советский он рассказывал это его сын вспоминал передал одной нашей моей сотруднице сказал когда появлялся Фитрат у нас в кабинете 20-й год 23-й мы все вставали настолько неуважали но он был знаток великолепный знаток рукописи он был теологом по образованию прекрасно знал арабский язык он мог эти рукописи с листа читать прекрасно знал экономику Бухары вахт 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 документы все и он в то время в Ленинграде вышло 2-3 его статьи и одна книга вышла уже там его имя не фигурует потому что он уже был арестован он издал вахт вахт документы экономические договора которые показывали на чем жизнь экономика Бухары и вот таким образом к сожалению отношение к фитрату вот репрессии проведенные против задидов они как бы мешают нам объективно оценить эти фигуры они малейший шаг в сторону малейшая попытка политического взгляда воспринимается в штуки как будто человек репрессирован он только может быть как ангел понимаете конечно фитрат был очень противоречивый фигурой крайне противоречивый он был очень критичным у него он был очень жесткий по характеру он мог человека оскорбить личные его черты вот судя по разным воспоминаниям он мог обладал острым языком таким и часто несправедливо мог унизить человека и даже один из его современных сказал о нем так бесподобен но достоин смерти и к сожалению трагически его жизнь закончилась но дело в том что даже и в этой связи попытки представить его как невинную жертву тоже мне кажется несостоятельно даже как и жертву тоже например некоторые западные ученые ну вот такой есть Баймурзахаид который в годы войны остался в Германии перешел на сторону немцев потом стал знаменитым литературоведом много написал вот например он в одной из своих статей у него целый у него все конечно работа написана с антисоветских позиций естественно вот он пишет в одной это у меня работа его есть он говорит что Фитрат ненавидел советскую власть и всю жизнь боролся с советской властью до последнего любыми методами я думаю что это преувеличение потому что такие точки зрения вот сейчас очень интересный процесс идет я тут немножко отвлекаюсь от нашей основной темы потому что это все связано это опять начинает все эти вопросы играть эти фигуры опять в центре внимания везде к ним возвращаются понимаете парадокс в том что некоторые исследователи которые занимают вот скажем сейчас антисоветскую позицию они находят такие факты которые показывают что эти люди боролись с советской властью тогда следующий вопрос возникает такой раз они боролись с советской властью так может быть НКВД было право это конечно вопрос страшный но если люди доказывают что он боролся с советской властью всеми методами что ж тогда то же самое пишут там о Фазюле Хаджаеве что он тайно вел борьбу с советской властью что он хотел отсоединения это пишут нынешние авторы не про советские а наоборот антисоветских позиций это не только у нас в Казахстане работы выходит вот недавно одну книгу взял Ачакани автор занимает яркие антисоветские позиции она нашла в архивах такие документы раскопала в Париже в Берлине которые показывают что какая была сложная вот один только эпизод из этой книги документированный расскажу вам Чакану простите Чакаеву заслали хотели агента из Ташкента из ГПУ который должен был выехать через Стамбул он еще не доехал до Стамбула уже люди Чакаева которые находились здесь в Ташкенте ему передали что к вам едет провокатор агент вот представляете какая была мы эту сторону вообще не знаем Чакаев сообщает Турцию этот человек который едет ко мне это советский агент его арестовали посадили в тюрьму хотели его судить но сам Ататюрк сказал я не хочу из одного человека портить отношения с советами отправьте его депортируйте обратно вот этот эпизод документированно приводит автор этой книги Амустафе Чакаева ну что вам говорить наше познание я не хочу ни в коей мере оправдывать те репрессии которые были проведены против джадидов но я хочу сказать что все не так просто в любом случае репрессии не оправданы физически но то что изображать из них ангелов понимаете без винных жертв тоже нельзя была острая политическая борьба они участвовали занимали какие-то позиции и это распространяется как видите на Фитрата и целый ряд других личностей конечно они все стали жертвами почти все все джадиды были я не знаю за редким исключением были репрессированы в 30-е годы